Продолжение следует... 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 И таким образом иммунотерапия попадает на очень благодатную почву, она может индуцировать теклеточную опосредованную противоопухолевую активность, которая усиливается за счет устранения ингибиторной тирозинкиназ вот эту иммуносупрессию. То есть, с одной стороны, ингибиторы тирозинкиназ снимают иммуносупрессию, да, благодаря тому, что они подавляют фактор сосудистого рецептора сосудистого фактора роста, с одной стороны, и благодаря вот этому механизму использования иммунотерапии, оно, в общем-то, обосновано в комбинации с ингибиторами тирозинкиназ. В исследованиях комбинации вообще являлся очень важным выбор сочетания с наименьшей токсичностью. Например, такие исследования первой, B-фазы, они были или прекращены досрочно, или были с минимальным количеством набора, это неволумабсунитениб, неволумабпозапониб, они характеризовались очень высокой частотой нежелательных явлений, что ограничивало дальнейшие исследования. Исследование первой и второй фазы комбинации пембролизумаба с позапонибом, то же самое было установлено по причине развития очень тяжелой гипотоксичности, это исследование было остановлено. На самом деле подобрать ингибитор тирозинкиназы плюс препарат, который любой человек проводит ингибитор, это достаточно сложная штука. Вот это, я уже показывала сегодня, это использование пембролизумаба с линвотинибом, достаточно серьезное такое осложнение кожное, при появлении которого пришлось препарат отменять. Вот препарат оксетиниб, который выбрали для комбинации большей частью, это препарат ингибитор тирозинкиназ, он подавляет не только рецепторы сосудистого фактора, большей частью рецепторы сосудистого фактора роста, так же как позапониб, сунитениб и сарафиниб. В принципе, это препараты из одного ряда, это препараты, которые блокируют тирозинкиназу сосудистого фактора роста. Где-то примерно этот препарат дает около 20% во второй линии терапии медстатического почвенно-клеточного рака, время без прогрессирования где-то около 7 месяцев. При этом имеет управляемый профиль безопасности. Когда он в монотерапии используется, достаточно высоко селективный, это уже препарат, так скажем, третьей генерации после сарафиниба, сунитенибом и позапонибом. Как я уже сказала, есть определенное обоснование, и это, в принципе, обоснование подлежит не только к использованию оксетиниба или позапониба или сунитениба, а вообще обоснование использования ингибиторов тирозинкиназ и чекпоэт ингибиторов за счет улучшения кровоснабжения, повышения инфильтрации Т-лимфоцитами опухолевой ткани, где является очень достаточно плодородной почвой для использования, для активности рецепторов PDL и для использования иммунотерапии. Ну, как я уже сказала, такие знаковые, наверное, исследования, это все-таки исследования Кейно-426, это комбинация метастатического, это комбинация пембролизумаба с оксетинибом и исследование Дживелин, исследование авилумаба с оксетинибом, я еще раз повторяю, авилумаб у нас еще пока не зарегистрирован. И вот если рассматривать американские гайдлайнзы, то уже, в принципе, в 2020 году в качестве первой линии предложено оксетиниб с пембролизумабом против и позапониба с унитенибой. Дополнительная опция в качестве первой линии – это использование уже чистой иммунотерапии или использование оксетиниб с арилумабом. Для больных с плохим прогнозом или с плохим прогнозом стоит комбинация иммунотерапии, оксетиниб с пембролизумабом, при этом это категория доказательной медицины единицы, кабзотиниб, и дополнительная опция может быть позапониб, сунетиниб и опять оксетиниб с авилумабом. То, что касается клинических рекомендаций Европейского общества медицинской онкологии 2020 года при светлоклеточной гистологии, то же самое рекомендовано в качестве опции комбинация пембролизумаба и оксетиниба, она не зарегистрирована на сегодняшний день пока в Российской Федерации, и как для промежуточного благоприятного и неблагоприятного прогноза. Клинические рекомендации нашей Российской Ассоциации онкологов России, алгоритм выбора, здесь предлагается опция в зависимости от предшествующего лечения, в зависимости от группы прогноза и предпочтительный альтернативный режим терапии. Если у больного не было, то есть это первая линия, при хорошем промежуточном прогнозе и плохом прогнозе комбинация ингибитора тирозинкиназа, оксетиниб с пембролизумабом стоит во всех опциях. Если была ангиогенная терапия и, в общем-то, все группы прогноза, тогда рекомендовано все-таки больше неволумаб с абзантинибом. Ну и иммунотерапия цитокинами, также все группы прогноза, монотерапия оксетиниба или пазапониба. Что нового за прошедший год? Ну, результаты Дживилин, Ренал-101 и Кейнод. Оба исследования оказались позитивны по сравнению с монорежимом сунетинибом. Время без прогрессирования и частота общих ответов были улучшены в обоих исследованиях. И общая выживаемость была лучше в исследовании Кейнод-426, а Дживилин и Ренал-101 как раз результаты еще пока ожидаются. Что касается дизайна исследований 426-го Кейнода, это первая линия, нет никакой предшествующей терапии, хороший индекс Корновского, предоставление, понятно, образца опухоли ткани. Одна группа была рандомизация один к одному, большое количество пациентов достаточно. Одна группа получала комбинацию иммунотерапии с ингибитором тирозинкина с таргетной терапией, другая получала только таргетную терапию в виде сунетиниба. Конечные точки были общей выживаемости, время без прогрессирования, ну и, конечно, частота объективного ответа, безопасность и так далее. Исследование было опубликовано. Какие результаты этого исследования? Показатели общей выживаемости больных, по крайней мере, полтора года оказалась разница статистически достаточно достоверная, как вы видите, и если на первом этапе как раз у агрессивного пула больных раком почки не было никакой разницы небольшого количества, даже не доходящие до первой квартиры до 10%, в дальнейшем кривые расходятся, и больные, которые получали комбинацию, они выигрывали с точки зрения показателей выживаемости. И при исследовании общей выживаемости в ключевых подгруппах, в зависимости от возраста, пожилой, более молодой возраст, пола, регион включения, группы риска и так далее, все абсолютно по всем прогностическим признакам комбинация превалировала в пользу, лечение превалировало в пользу комбинации иммунотерапии с ингибиторами теразинкиназ. Ну и вот здесь время до прогрессирования или выживаемость без прогрессирования, она также была значимо выше у больных, которые получали комбинацию. Подтвержденный объективный ответ, как вы видите даже по вот этому слайду, он был выше практически на 20%, на 15% у больных, которые получали комбинацию. А мы знаем, что если больные получали объективный ответ, получая то, в общем-то, по большому счету, это тогда контроль симптомов, а значит и качество жизни. Соответственно, где-то около 60% больных получили объективный ответ против монотерапии, которая где-то была около 35% частота. Второе исследование знаковое, которое на сегодняшний день до сих пор анализируется, это исследование GVLIN-RENAL-101, здесь пациенты также первой линии, у них примерно такие же критерии включения, примерно такое же количество пациентов, как и исследование K-NOT, один к одному рандомизация, одни получали авилумаб с оксетенибом, другие получали сунетениб в монорежиме. Это исследование тоже опубликовано уже в авторитетных журналах, и ключевая первичная конечная точка была время без прогрессирования у больных в PDL позитивной популяции. Здесь четко рассматривали PDL позитивных больных, и оказалось, что здесь значимо расходились кривые при длительности ответа, то есть времени без прогрессирования у больных, которые получали комбинацию. Время без прогрессирования у больных в общей популяции точно так же было значимо, отличалось между группами и составляло 13,8, почти 14 месяцев перед 8,5. Достаточно хороший был получен результат. Причем, когда посмотрели время без прогрессирования в общей популяции в соответствии с прогностической группой, при независимой центральной оценке, то было показано, что больные с неблагоприятным прогнозом также имеют преимущество перед использованием преимущества комбинации перед монотерапией. Больные промежуточного прогноза – то же самое. Такой же был результат и благоприятного прогноза. Также комбинация была лучше, чем монотерапия с унитенибом. Если смотреть с точки зрения общей такие данные, то увидите, что кривые расходятся в зависимости, естественно, от прогностической группы и эффективности лечения комбинации овеноломаба с оксетенибом. Подтвержденный объективный ответ в этом исследовании, Дживилин, также был выше практически в два раза, так же, как и в первом исследовании Кинот-472. Там было 60 против 35, здесь 55 против 25. Это те больные, которые ПДЛ-позитивная группа. И общая популяция, независимо от ПДЛ, смотрите, очень высокий процент частоты объективного ответа против монотерапии. Тоже также в два раза меньше. А значит, соответственно, и качество жизни больных, которые получают эффективность, у них контролируется опухолевый ответ. Эти больные гораздо лучше себя чувствуют, соответственно, дольше живут. Ну и вы видите, вот частичный ответ и полный ответ. Тут диаграмма на комбинации и диаграмма на монотерапии. Если смотреть частоту объективного ответа в группах по разным критериям благоприятностей, по разным прогностическим группам, по разным классификациям, все равно превалирование в пользу авилумаба сакситиниба. Другие стратегиционные факторы, которые учитывались в этом исследовании, такие как ПДЛ-статус, предшествующие нефрактомии, статус курения, индекс массы тела, в два раза, по сути, частота объективного ответа при всех ситуациях была выше у больных, которые получали комбинацию против монотерапии. И, в общем-то, общая выживаемость, она в этом исследовании до конца еще не прослежена, но на момент вот 2019 года это было 12 месяцев против 11,5 месяцев, и эта разница была на тот момент недостоверная. В этом исследовании, в последующей противоопухолевой терапии вот в общей популяции, в группе санитениба 277 пациентов прекратили лечение, из 174 пациентов, которые получили последующую противоопухолевую лекарственную терапию после прогрессирования, 116 из 174 получили лечение анти-ПД1, ПДЛ-1 препаратами, где мы с комбинированной терапией ингибитора теразин киназ и онкомнологические препараты. На сегодняшний день, в принципе, комбинированная терапия становится новым стандартом лечения. Как мы будем выбирать между чекпоинт ингибитора комбинации между иммунопрепаратами или комбинация иммунопрепарата плюс ингибитора теразин киназ, потому что на самом деле в гайдлайнсах вы видели, есть и та, и та опция. Как мы будем выбирать между авилумабом и окситинибом, который у нас будет когда-то, наверное, зарегистрированный пембролизумабом и окситинибом. Но если рассмотреть обзор клинических исследований, Кейно 426-й дживелина, Чекмэйт, это неволумаб, комбинация неволумаба с эпилемумабом, вы видите число пациентов достаточно серьезное во всех исследованиях. Это соотношение благоприятный промежуточный и благоприятный прогноз пациентов. Они примерно одинаковые были и в принципе промежуточные количества одинаковые. В общем-то, по таким основным прогностическим признакам они были сопоставимы. ПДЛ позитивные больные больше были в группе Кейнот исследования дживелин, чем в Чекмэйт. Но вы знаете, при использовании волумаба не очень активно всегда используют оценку ПДЛ. И, в общем-то, на это не обращали внимания, это не было критерием включения в этом исследовании. Как я сказала, число пациентов, промежуток прогноз, прогностическая группа, ПДЛ позитивность, комбинированная терапия, вы посмотрите, частота объективного ответа в группе комбинированной терапии 59, 51,4 и комбинированная между иммунотерапией и комбинированной терапией 39. Медианое наблюдение примерно одинаковое в этих двух исследованиях, они чуть попозже были организованы, это исследование было пораньше организовано, здесь наблюдение больше двух лет уже. Какие мы смотрим, наверное, в первую очередь еще и на токсичность. Эти исследования, если рассмотреть с точки зрения токсичности, нежелательные явления, связанные с лечением больше, чем третья степень, то есть клинически значимые. Ну, наверное, здесь нужно прогноз смотреть прогностически, у кого какое осложнение более будет значимо для пациента, но, в общем-то, по большому счету, посмотрите, большая часть все-таки больных, которые имели осложнения, связанные с лечением, больше третьей степени невыраженности, что требовало, в общем-то, в некоторых случаях госпитализации. Ну, чаще всего в чекмете это была утомляемость, в ладиаре, гипертензия была, ну, незначительно. Гипертензия была и в общую популяцию больных, которые получали пембролизумаб. Ну, в общем-то, гипертензия была чуть чаще у больных, которые получали авилумаб с оксетинебом в исследовании дживелин. В исследовании, если смотреть гипотиреидизм, то здесь, вернее, токсическое действие на щитовидную железу, то в исследовании дживелин это было снижение функции щитовидной железы, а, например, в кейнот, наоборот, это было увеличение функции щитовидной железы. Кожные реакции больше были в исследовании кейнота, я вот как раз показывала, вот пембролизумаб все-таки усиливает кожную токсичность ингибиторов тиразинкиназ. Прекращение лечения по причине нежелательных явлений, связанных с лечением. Вот исследование, если смотреть чейкмейт, то есть это неволумаб с эпилюмумабом, чуть выше по сравнению, например, с оксетинебом и велолумабом, но примерно на одной и той же графе с исследованием пембролизумаба с оксетинебом. Спасибо большое за внимание и, в принципе, мы сейчас имеем при метастатическом раке почки такие опции, которые дают нам возможность получить достаточно высокий эффект, контролировать заболевание, увеличить показатели выживаемости и нам приходится выбирать. Это, наверное, хорошо, потому что у нас есть выбор, есть выбор у наших пациентов для того, чтобы получать достаточно эффективное лечение. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...